Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и я ее ведущая Галина Ершова. Сегодня мы узнаем, как воспитать будущего чемпиона, по каким правилам играют юные спортсмены и с какого возраста можно начинать играть в футбол. Об этом и другом нам расскажет тренер детской футбольной школы «Юниор» Артем Бахвалов. Здравствуй, Артем! Здравствуйте! Мы привыкли видеть во дворе детей, которые возрастом 7-10 лет. Да, они уверенно бьют по воротам, но ваша школа принимает детей с 3 лет. Какие они, что они умеют? Неужели они действительно попадают по мячу? Дети по мячу попадают, здесь вопросов нет. То, что мы занимаемся с 3 лет, наши 3-летние мальчишки маленькие, они пока еще не знают, как к мячу подойти, но если им показать, они все впитывают как губки. То есть правильно поставить ногу и правильной частью ноги ударить по мячу. То есть ударить как? Какой частью? В какую сторону? Ну и, собственно, как это сделать? Этому всему мы, собственно, и учим. Ну, казалось бы, 3 года, да, что он умеет? Он еще не умеет ни читать, ни писать, в детский садик только начал ходить, а футбол уже доступен или еще нет? Нет, не то, что доступен футбол, вот тот футбол в том понимании, который мы видим, а начать заниматься футболом. То есть координация, ловкость, может быть, научить правильно бежать, потому что дети бегут по-разному, они там машут руками и так далее. А здесь правильно поставить руки, правильно поставить ноги, координация прыжки, то есть это все можно, да, и это составляющая часть футбола, большого футбола, с этого все начинается. То есть первое время вы уделяете внимание именно общей физической подготовке, правильно я понимаю? Да, конечно, конечно, исключительно физическая подготовка и технические вещи с мячом, то есть техника владения мячом, дриблингом как таковым это назвать нельзя, но перекатить мяч одной ногой, другой ногой, покатать здесь, покатать там, внешней, внутренней стороной ноги ударить по мячу, это всему мы учим. И вот здесь они впитывают когубки, здесь уже не надо ничего рассказывать. Они уже придут, если в какую-то серьезную спортивную школу, уже этому тренер их обучать не будет, потому что они будут знать, как и зачем это делать. Ты как раз специализируешься на детках совсем юного возраста. Вот расскажи, как они ведут себя на площадке, вообще пугает ли их атмосфера огромного футбольного поля? Ну, их вообще ничего не пугает. Они могут убежать к старшим ребятам, побегать там с ними, поиграть. А что касается, как они себя ведут, они себя ведут по-разному. У них у каждого свой характер, своенравный. Один кричит, другой бежит, третий просто ничего не делает, и просто ему он устал, и он просто хочет полежать, например, на матрасах или еще где-то, у него нет настроения. И моя задача как тренера – всех их собрать, дать задачу, придумать какую-то игру и начать, собственно, тренировку. Со всеми детьми работать можно. Здесь самое важное в этом понимании – это просто любить детей. То есть составляющая тренера как такового – любить детей и любить футбол. Причем любить детей на первом месте. И только потом любить футбол. И важно не навредить ребенку в том плане, что не затренировать его настолько, чтобы он пришел и сказал, ну, нет, не пойду. Устал, не нравится, очень тяжело. Вот чтобы этого не было, нужно вот здесь соблюсти такой баланс, чтобы он ушел довольный, но уставший. По сути, это должен быть для них и воспитателем, и папой, и тренером. Как удается все это совмещать? Для них это, видимо, новая вещь. Потому что родители здесь могут покричать, что-то сказать, где-то запретить что-то. В детском саду, ну, наверное, такая же история. И в детском саду, если они выходят на улицу гулять, то они просто гуляют. Им воспитательница говорит – сюда не беги, сюда не беги. А здесь то место, где они вот действительно могут бегать. Где могут побегать, попрыгать. Причем им же это все надо. Гиперактивность ребенка, она просто зашкаливает в этом возрасте. А здесь у них есть эта возможность. И поэтому они ходят с удовольствием. А учитывая творческую составляющую нашего тренерского состава, который каждый день придумывает новые игры, получается, каждая тренировка для ребенка – это вот что-то новое, приключение какое-то. Они нас говорят тоже плохо. И они называют нас тренер, например, или еще как-то. Ну, вот, собственно. Как не отбить желание у ребенка, ведь такие тренировки в раннем возрасте. Не отбить разнообразие. Разнообразие и, как сказать, и движение вперед. Поступательное, тихое, но движение вперед. Чтобы не было одного и того же. Чтобы ребенок здесь он бьет по мячу, следующую тренировку он ведет. А дальше мы немного усложняем. Но это все равно в игровом процессе. Все равно это игра, но он уже здесь как-то обводит конусы, как-то бьет по мячу. А здесь мы усложняем. Здесь уже стоит вратарь какой-то. Эфемерный пускай. Он должен ударить там в угол или в тот. Он уже начинает понимать. Ага, здесь препятствие, я должен обойти туда. И потом творческая мысль ребенка, она же тоже разнообразна. То есть мы когда вставляем им лабиринты, они сами ищут выходы. И мы уже сами стоим и просто смотрим. Так, в какую сторону он пойдет? В правильную или неправильную? И тогда уже у ребенка, у самого складывается, как сказать, мышление футболиста, что ли. Чтобы действительно найти кратчайший путь к воротам. Или, например, отдать кому-то передачу, потому что здесь все закрыто. Ну и лабиринт, например, закончился. Ну вот это все игры. Это все игры, 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 игры. С какого возраста начинается настоящий футбол? Когда они готовы воспринимать уже игру как игру? Оттачивание дриблинга и техники – это 8 лет. Скоростные и выносливость тренировки, тренировки на скорости выносливость, соответственно, это 12-13 лет. Дальше уже тактика пошла. То есть это все достаточно дискретно. В нашем случае он должен уметь работать с мячом, уметь прыгать, координироваться, чтобы мог подпрыгнуть, покрутиться, например, и не упасть, чтобы не ходить как-то. Вот такие вещи. И в этом плане вот развитие футбола, оно не то, что самое простое, но оно самое доступное. И, собственно, самое, ну, наверное, в нашем случае, ну, простое, что ли. А что вы используете в качестве соревнований? Это веселые старты или это уже непосредственные игры? Вообще есть соревнования для такого дуного возраста? Да, ну, вот у нас же методика построена, у нас авторская методика, в которой принимает участие очень много людей. Один из них это Герасимец и Гречешников. Вот два человека, которые, собственно, один из них педагог с большой буквы, второй тренер про фликации ПРО. А также участвовали немцы, голландцы Аякс и португальцы. Вот. И в Германии, в Германии турниры большие начинаются с шести лет. Серьезные большие турниры. Вот. И мы пошли по этому же пути, и наши шестилетние ребята участвуют уже, ну, наверное, в турнирах, наверное, в четырех-пяти они участвовали. Они у нас были в Калуге, были в Туле, в Санкт-Петербурге, в Подмосковье. Да, и два раза в Подмосковье были. То есть, вот в этом плане турниры организованы очень хорошо. Приезжает огромное количество команд и играют вполне серьезный настоящий турнир. С золотыми медалями, с кубками, с призами и так далее. Все довольны. То есть, для родителей это приключение, для ребенка это еще больше приключение, потому что он действительно едет играть в футбол. Ну, наверняка это не классический футбол, все-таки 90 минут детям бегать очень тяжело. Расскажи, какие правила действуют для малышей? Ну, конечно, это не 90 минут. Тут так тренировка часто идет, они уже запыхавшиеся. Нет, здесь в зависимости от регламента. 10 минут, там два тайма по 10 минут, или одна большая игра 15 минут, или там, если это длинный турнир, тогда там может и по 7, по 10 минут быть там, или по 15. Ну, очень, это все на, как сказать, на откуп организаторов, что ли. Они уже сами придумают и смотрят. Команд много, сделаем коротенькие матчи. Команд не очень много, сделаем, ну, нормальные матчи. Как дети ведут себя на площадке, теряются ли они, когда вокруг много болельщиков, там, знакомые, родители, тренер на них смотрят? Этот этап мы проходим на наших внутренних турнирах, то есть, когда ребенок выходит играть в футбол, и уже смотрим, получается у него нет, волнуется он или не волнуется. То есть, этот этап мы проходим у себя, а уже на большие турниры едут те дети, которые действительно готовы. Вот у нас был на Новый год большой турнир, вот там мы как раз и смотрели, кого можно брать в сборную, кто в перспективе готов. Но ведь в футболе есть игроки разного значения, да, есть вратарь, есть нападающие. Как определить у трехлетнего ребенка, что он может вообще? Ну, никак у нас. Все в атаке, все в обороне. Тотальный футбол, что называется. Все везде. Нет, на самом деле, ну, здесь уже, наверное, от родителей исходит, потому что вот один из наших тоже детей, ну, скажем так, очень молодой, детей, которые приходят на тренировки, у нас спрашивают, а что делает центральный защитник? Такой взрослый вопрос. Мы ему объяснили, что центральный защитник должен иметь это, это, это. Он говорит, все, я хочу быть центральным защитником. Он уже для себя определил, что он будет центральным защитником. И все. И он у нас поэтому амплуа работает. Второй игрок, например, хочет забивать. И ему нравится забивать, все, ему ничего не надо, он взял мяч и побежал. Это уже нападающий. В каком возрасте становится понятно, к чему есть способности? Все от желания ребенка. Тут пока на способности нет каких-то, я не знаю, ну, мы не можем сказать по способности, что вот это будет защитник, а это будет нам нападающий, например. Нет. По желанию. Ребенку нравится форма вратаря. Он стоит на воротах, у него есть перчатки и у него все хорошо. Самое главное, чтобы нравилось. Чтобы нравилось заниматься. Это вот, это та же самая история третьяка. Когда он устраивался, точнее не то, что устраивался, а когда он пришел на просмотр в ЦСК, центральный спортивный клуб армии по хоккею. Единственная форма ЦСК, которая была, была вратарской. Он говорит, все, я буду вратарем. Самый лучший вратарь в мире. Расскажи, какие упражнения подходят для каждого возраста на развитие выносливости, силы характера, например, трехлетним, что бы ты рекомендовал? Только играть. Трехлетним можно только играть. Если им говорить, вот пройди вот здесь и здесь, нет. Это должен быть либо соревновательный процесс, либо игра. То есть здесь вроде как кто вперед, на перегонки, побегать, попрыгать. Но чтобы там были элементы упражнения, чтобы они, скажем, обошли фишки с мячом, потом мяч куда-нибудь ткнули и потом побежали. Лучше потом еще попрыгали. Для шестилетнего возраста. Тогда это что-то, ну здесь игры. Ну, собственно, вот 3-4 это играть, но играть с элементами футбола. Ну, 5-6 лет, там уже идет чеканка, жонглирование мячом, технические какие-то вещи, работа стопой, подошвой, внешней стороной стопы, внутренней стороной стопы. Удар из подъема уже можно пытаться ставить. То есть вот такие вещи. Дальше уже... Уже скоростная, силовая и скоростная пошла, такие тренировки. Ну и, соответственно, дальше тактика. Я говорю, все так дискретно. И я же занимаюсь маленькими детьми, а у нас есть тренерский штаб, тренерский состав, который занимается старшими детьми. Есть ребята, которые занимаются еще более старшими. То есть и каждый на своем месте делает свою работу. То есть ты передаешь тех ребят, которых воспитал уже другому тренирую? Ну вот сейчас я надеюсь, да, что два моих товарища пойдут в сборную. Вот как раз у меня к тебе вопрос. Есть ли шанс у рязанцев попасть в сборную страны? Ну, у всех есть шанс, да, конечно. Почему нет? Что для этого нужно? Заниматься футболом, любить футбол. Пробовать, пытаться себя показать. Показать, собственно, всем. Съездить на просмотр. Узнать мнение специалистов, скажем так, из других городов, из той или иной команды. Там, Цейс Каспар, так, Денит, неважно. Вот возможно вообще попасть в Аякс, например, куда-нибудь в академию. Ну, одна из самых лучших академий в мире, по сути, по футболу детских. То есть, пожалуйста, все это возможно. Нужно просто желание. И знать, как это сделать. То есть для того, чтобы попасть на просмотр в европейский клуб, у нашего ребенка должно быть желание. Мы должны его немножко поснимать. Как он играет в футбол. Отправить это все туда. И если там на той стороне понравится, как ребенок себя ведет, они его вызывают на просмотр. И уже смотрят непосредственно там. И включаются агенты. И вот вся эта спортивная машина, которая есть. На что обращают внимание на таком высоком уже уровне при просмотре детей? Рост, вес, наверное. И ловкость, ловкость, скоростные вещи. Вот что-то такое. А Месси, он маленький, сам по себе. Как они увидели, что это гений. Вот он играет. То есть это вот где-то на интеллективном уровне где-то. То есть любой человек может стать. Это может стать и высокий грауч, который по два метра ростом. И Месси, который... Спасибо вам большое за интересную беседу. Удачи в открытии нового филиала. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был тренер детской футбольной школы «Юниор» Артем Бахвалов. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова